На притчу о Десяти Девах и о Милостыне. Матфея 25.1. Великую Среду. Когда я представляю себе красковременность жизни нашей, круговращение времени, и тяготы человеческого существования, и призрачность судьбы, и мимолетность настоящего века, и превратность вещей, и скоро приходящий характер славы, и неустойчивость могущества, и ненадежность благоденствия, и призрачность богатства, затем, когда я воображу себе день конца, и неумолимую скорость развязки, и срок отсчета, и неподкупность судьи, и ужас суда, как судья в блеске молнии является с неба, как силы небесные в смятении притекают, как приготовляется страшный престол, как небо свертывается подобно свитку книжному, как пламенеют стихии, страхи разрушаясь, как метется земля, ожидая снишествия судьи, как ужасно звучат трубы, как открываются могилы, как освобождаются гробы, как мертвые пробуждаются от сна, как перь земная во мгновение ока возвращается к своему месту, как души возвращаются в тела, как праведные выходят встретения, как жених является в глубокую помощь, как праведные удостаиваются входа, как нерадивые остаются передотворенной дверью брачного чертога, когда все это воспроизведу я в душе своей, я ублажаю тех мудрых дев, о которых нам только что напомнила Евангелие. Ублажая их за то, что они побороли себе склонность ко сну, и гнушаясь непостоянством и страстностью этой тленной жизни, достойно позаботились о нетленной и божественной жизни, что, зная неотвратимость конца времен, они устерегли час пришествия и не забыли страха предоставления своему нетленному жениху, что предусмотрели наконец ночную тьму и, ведуя ее, позаботились о своих светильниках. Впрочем, ничто не препятствует нам рассмотреть все содержание сегодняшнего чтения из Божественного Евангелия. «Подобно говорится Царство Небесное десяти девам, которые, взявшись светильники свои, вышли навстречу жениху» Матфея 25.1. «Когда вышли?» «Тогда ли, когда застег их конец жизни?» «Когда раздалось повеление?» «Когда наступил час смерти?» «Когда уже постны были ускоряющие конец ангелы?» «Тогда ли вышли они навстречу жениху?» «Конечно нет!» «Когда же в таком случае они вышли?» «Когда отказались от житейских привязанностей?» «Когда предпочли идти узким и тесным путем?» «Когда возлюбили добровольную строгость жизни?» «Когда отказались от уз брака?» «Когда презрели удовольствие жизни?» «Когда избрали благое счастье с ленья?» «Когда возлюбили истинную радость?» «Когда вознушались стены греха?» «Когда облеклись целомудрие?» «Когда возлюбили чистого жениха?» «Когда возжелали красоты Царства?» Когда отбросили всякую житейскую заботу. Вот когда вышли они в третьяне жениху. Пять же из них были мудрые и пять неразумные. Но чем же мудрые отличались от юродивых? Тем, что у них с целомудрием соединялась милостыня. Девство украшалось добрыми делами. Они знали, что вера без дел мертва. Они понимали, что одной только добродетели для спасения недостаточно. Потому что одним крылом и орел не взлетит на высоту. Помнили они голос жениха, говорящий. Милости хочу, а не жертвы. И в другом месте. Хвалите милость и суд. Милость превозносится над судом. Яков 2.13 Хорошо сообразивши все это, они наполнили сосуды свои елеем. Какие сосуды? Утробы голодных. Посредниками духовного брака они сделали бедных. Снарядились дорогу при помощи своего милосердия. Голодные питались и светильники просветлялись. Бедные благодарили, и жених умилялся. Милостыня посевалась, и ожидаемая награда уготовлялась. После такого приготовления могли взывать мудрые словами Давыда. Мы приготовились, и не смутимся. Юродивые же, имея светильники без масла, лишились возможности встретить жениха. Вот что значит ограничиться одной добродетелью. Вот что значит усвоить себе непорочность, а человеколюбие оттолкнуть. Разве не достигли они бесстрастия по телу, а сострадания к нуждающимся не обнаружили? Разве не возлюбили целомудрие, а страннолюбие отвергли? Итак, чем кончилось дело? И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но одни, заранее припасшие леи, твердо были уверены, что светильники их не погаснут. Юродивые же должны были опасаться этого. Впрочем, почему бы не говорить прямо? Настал час, исполнилось время, раздались громы, зазвучали трубы. Спехи дрогнули, воздух поколебался, небо преклонилось. Тверть потряслась, звезды распались, силы смутились. Ангелы устремились, молнии заблистали. Великое смятение объяло всю тварь. Не днем ведь, а в полность судья приходит. Дальше что? Раздаются клики, взывающие навстречу. Все! Жених идет! Выходите навстречу ему! Выходите навстречу ему! Что же произошло? Встали все девы, пробудились от сна, взяли светильники. Но у одних они горели, у других нет. У мудрых они были обильно снабжены елеем добрых дев, у неразумных же погасли. Жалости достойно было это дело. Неумолимая нужда застигла этих дев. Из их неудачи не оставалось места утешению. Тогда, обратившись к мудрым, они просили у них того, чего взять не могли. Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Нужно было в свое время подражать им, а не просить теперь. Нужно было, конечно, запастись маслом от продавцов. Дайте нам, говорят, вашего масла. Напрасно просите у мудрых неразумные. Теперь уже кончено житейское торжище, миновало поприще жизни. Теперь уже не время для сделок. Теперь требуется обнаружение дел. Нужно было предусмотреть заранее опасность настоящего века. Нужно было позаботиться об этой встрече. Нужно было помнить, что светильники без Илея светить не могут. Вы говорите, дайте нам вашего масла. Никто не украшается чужими делами. Каждый пожинает то, что посеял. Дайте нам масло. Что же отвечают мудрые? Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Пока еще, хотя сколько-нибудь остается времени, идите. Спешите. Еще жених не пришел. Поспешите за заключение дверей. Пойдите к торговцам. Но кто, о мудрые, эти торговцы? Укажите их. Ведь эти девы, не имея привычки покупать, не знают, где искать торговцев. Это бедные, сидящие при дверях церковных, духовные ласточки, возвещающие для душ духовную весну, уважаемые ходатай пред Богом, непобедимые защитники в день искушения. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Пока еще, хотя есть сколько-нибудь времени, можно было купить. О, пагубная неродивость! О, неисцельная скорбь! О, безмерное горе! О, жалость неутешная! Когда они пошли покупать, в это время пришел жених. Пришла желанная радость, пришла похвала праведных, пришел свет в полночь. Встретили его разумные девы, вместе с ним вошли в чертог, и двери чертога затворились. 663. Я ужасаюсь, когда представляю себе происшедшее, трепещу, вспоминая постигшую этих дев неудачу. Они желали видеть брачный чертог. Ради него ведь отвергивание радости мира призрели роскошь, пренебрегли славой, ради него избрали тесный путь, победили страсти, боролись с удовольствиями. И вот из-за того, что не оказалось у них елея, они нашли вход в царстве уже закрытым. Возвратившись, они стучали и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Но судья изнутри чертога возвестил им ужасную весть. Истинно говорю вам, не знаю вас. О, крайнее отвержение! Даже не через ангела, но сам дал этот прискорбный ответ, чтобы, слыша голос его, но не будучи в состоянии видеть его лица, он тем больше они испытали мучения. Истинно говорю вам, не знаю вас. Ты не знаешь нас, Господи? От чрева матери мы были привержены к тебе. Мы последовали тебе от юности нашей. Мы соблюли невинное тело, которое ты создал нам. Мы сохранили непорочным, не предали члены наши страстям, ожидая принятия руки твоей венцы. А ныне ты затворил пред нами двери и говоришь, не знаю вас. Да, говорит, действительно, я не знаю вас. Почему, о Господи? Господь отвечает, почему? Ибо алкал я и не дали мне есть, жаждал и не напоили меня, странником был и не приняли меня, был могим и не одели меня, болен из темницы и не посетили меня. В писаниях возвещены были вам мои слова, так как вы не сделали этого одного из малых сих, то не сделали мне. Они сказали, напрасно, значит, претерпели мы, Господи, труды и изнурение телесное. Напрасно умерщвляли себя в деньям и пощением. Напрасно, всецело предаваясь небесному жениху, мы сохранили ненарушимым свое девство. Да, говорит, Вы девы, но нет у вас приданного. Вы девы, но не имеете украшения свойственного невестам. Вы устояли в телесной чистоте, но бесчеловечностью обесценили свою чистоту. Ваше тело беспорочно, но душа не милостива, не от природы, но от бесчеловечия. Мой брачный черток принадлежит тем, которые приобрели или и доброделание. Те, которые делаются моими невестами, должны вместе с тем отрешаться от нравов, свойственных миру. Я не могу ввести в мой черток невесту, которая идет против меня. Не могу ввести раздора в мирные обители. Идите от меня прочь, не осаждайте напрасно моих дверей. Мое царство – удел милостивых. Тот разделит его со мной, кто подражал мне в моем милосердии к бедным, кто обнищал духом, кто не закрывал слуха своего для нуждающихся, кто страдания ближних почитал собственными, кто оплакивал чужие несчастья, исполнял благ душу алчущего, согревал тела обнаженных, не оставался глухим к голосу больного, не скупился для малодушного на слова утешения, принимал странника под свой кров, отирал слезы вдов заступничеством, своим облегчал тяжесть сиротства. Зная это, братья, не восхваляйте Господа языком, но подражайте его делам. Рука есть печать языка, и действуя рукой, соответственно, словам, ты подтверждаешь свои слова. Итак, умоляю вас, будем ставить любовь к бедным выше всего, не будем щадить денег для бедных, последуем словам Господа, пережив в душе то, что пережили несчастные девы, постараемся извергнуть подобной участи, в лице бедных позаботимся о самих себе. Девы, непочтившие человека любви, лишаются брачного чертога. Какая же надежда остается грешником, гордящимся своим милосердием? Обращаясь такими словами ко всем вам, я ободряю совесть более слабых, без всякого ущерба для благоразумных, напротив, и их поощряю в преуспеянии в благочестии. Итак, не рассеивайся, брат, пока еще продолжается поприще жизни. Позаботься о том, что послужит твоему оправданию. Начни плачь о грехах своих, прежде чем поставлены будут престолы. Будь готов к пришествию жениха. Беги греха поскорее, предупреди грядущее испытание. Умилостиви судью, чтобы не пришлось тебе предстать беспомощным предсудилищем. Расточай теперь имение свое, чтобы тогда рассеять обвинения. Ищи случаев, говорит судьей наедине, чтобы он не осудил тебя перед всеми. Возьми ходатаем за себя бедного, через него задари судью, ему одному доверь свою тайну. Через него приобрети себе оправдание. Нищий берет деньги, и судья подписывает прощение. Принимает без письма и приносит рукописание. Милующе нищего, дает взаймы Богу. Премудрость. 19.18. То, что теперь ты бросаешь в руку нищего, потом найдешь в руке судьи. Если хотите избежать суда, постарайтесь теперь же расположить к себе судью при помощи бедных. Когда ты делаешь последнее распоряжение, не забудь наряду с друзьями и родными и твою расстающуюся с жизнью душу. Дай ей хотя немного необходимых на дорогу средств. Пусть в твоем завещании будет упомянуто имя судьи. Пусть на бумаге запечатлеется твое памятование о бедном. Виновницей радости, а не слез, достоинно сделай твою кончину. Без заступников не являйся к страшному судилищу. Насыть утробы тех, языки которых должны будут держать за тебя речь перед Господом. Через их посредства сделаем своим должником Создателя, чтобы в тот день не понести осуждение. При помощи денег приобретем себе надежных защитников. Ты в лице бедного имеешь, скажет Господь, свидетеля твоей любви ко мне. Ты знаешь, что я усвояю себе то, что делается бедным. Я посылаю траву скотам и всем даю пищу. Но когда ты даешь милостыни, я вместе с бедным протягиваю руку и принимаю подаяние. Я одеваюсь светом, как ризою. Но как только ты оденешь нищего, я почувствую тепло. Ты знаешь, что я восседаю на небе с отцом. Но всякий раз, когда ты отправляешься в темницу навестить заключенных, ты находишь меня, там, заключенным вузы. Как только ты пойдешь к больному, я не оставляю одра. Я везде, но в особенности поступаю из-за того, кто в нужде. Что ты дашь бедному, то меня найдешь умноженным. Если введешь в дом твой бесприютного, ввести с ним и меня примешь в дом твой. И за это троякую награду получишь от меня. И богатство твое я умножу, и дом твой сохраню. И на небесах приготовлю для тебя обитель, от которой удалились болезнь, печаль и воздыхание. В Боге Отце со Святым Духом, Которому слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.